Здравствуйте, уважаемые представители знака Козерог! Давайте для вас посмотрим, что ждёт, какие события будут в ноябре 2017 года. Ну вот, первая же карта, карта вашего настроения, она нам говорит, что что-то вы призадумаетесь в этом месяце. Или постарайтесь отстраниться от какой-то внешней суеты, насколько это возможно. Не исключено, что к неким размышлениям вас подтолкнут события в сфере отношений. Может быть такой вариант. Ну а в целом по четвёрке мечей, можно сказать, ожидается спокойное или даже несколько расслабленное настроение. В сфере работы и бизнеса у вас выпала восьмёрка Пентакли. Карта работы. Самые настоящие работы. Для тех, кто ищет её или собирается начать бизнес, Аркан говорит, что у вас всё получится. Работу вы найдёте и бизнес вы сделаете. Начнёте точнее. Для кого-то это будет месяц получения новых навыков, освоения новой профессии. Или элементарного наведения порядка у себя на работе. В общем, работа, работа и ещё раз работа. Плюс этой карты в том, что нет экстрима. Какого-то надрыва. Ну, похоты без отдыха. Идёт нормальный такой рабочий процесс. Далее. Финансовая сфера. Здесь у нас выпала девяточка жезлов. В принципе, особого беспокойства не вызывает карта. Она говорит о том, что вы, в принципе, уже знаете, на какие ограбли лучше не наступать. Поэтому будете очень осторожны, предусмотрительны в своих расходах. Кто-то будет стараться поправить своё финансовое положение после потери работы. Или других каких-то форс-мажорных обстоятельств в прошлом периоде. Отсюда, наверное, и причина погружения вас в работу по восьмёрке Пентакли. И размышления на тему работы. И денег по четвёрке мечей. В общем, все события в финансовой сфере, скорее всего, будут связаны с попыткой удержаться на плаву. Сбалансировать свои расходы и доходы. А также, насколько позволяет ваш опыт улучшить своё материальное положение. Ну, максимально, насколько это возможно. Следующая карта. Башня. Это сфера отношений. Вообще, конечно, у вас, уважаемые козероги, любопытные ситуации сложатся в ноябре. Не исключено, что вас ждёт две неожиданности. Одна в отношениях, вот, по башне. А вторая неожиданность, это по пятой карте. В пятой позиции, по четвёрке жезлов. Но об этом потом. Вернёмся к башне. Аркан башня может говорить о каком-то неожиданном разрыве отношений. Дай Бог, конечно, чтобы это было добровольный и желанный вами разрыв. Для кого-то это может быть окончание одиночества и долгожданная встреча со своей половинкой. По этой карте может идти и разоблачение, типа неверности партнёра по браку и не только. Возможно, кто-то из вас неожиданно узнает какую-то информацию о своём друге, подруге, партнёру по бизнесе, коллеге по работе. И это может навсегда изменить ваши отношения. Ну, как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости, что вы узнаете. Что ещё? Да, по этой карте может прийти к вами внезапная любовь. Неожиданный страстный роман. Можно сказать, который шарахнет вас по голове. Настолько он будет неожиданный. Про такие случаи обычно говорят, если бы мне кто-то сказал раньше, что это может произойти со мной, не поверил бы. Вот это вот этот случай. Так что давайте не будем гадать, что же прилетит в ноябре по башне. Перейдём лучше к пятой карте. Четвёрки жезлов, как я уже сказал, к неожиданности месяца. Роскошная карта. Счастливая. И это очень радует. И можно сказать, что она смягчает карту башня в сфере отношений. Почему-то мне кажется, что она намекает на незабываемое, неожиданное любовное знакомство. И скорее всего на каком-то мероприятии. Или на отдыхе. Эту карту ещё называют картой запредельного везения. Либо вы воссоединитесь с дорогими вами людьми. Либо это бракосочетание. А может освобождение от какой-то тяжёлой и выматывающей вас ситуации. Настолько тяжёлой, что вы уже и не надеялись, что когда-то она закончится. И вот в ноябре она закончится. Одним словом, уважаемые козероги, ждите прихода удачи. Прихода счастья и покоя. Для кого-то, возможно, тоже. Да будет так, дорогие мои. И я желаю вам, чтобы в ноябре у вас обязательно проигралась карта четвёрка жезлов. Удачи вам и до новых встреч.